Добрый вечер, уважаемые телезрители и радиослушатели. В эфире наша миролюбивая программа «Информационная война». 17 мая 2017 года. Среда. Сегодня у нас не будет скайп-включения в силу определенных организационных обстоятельств. Но я хочу прокомментировать вчерашнее событие, которое просто взорвало интернет. Это связано с тем, что на Украине провайдеров интернета обязали заблокировать доступ всех пользователей на Украине к социальным сетям ВКонтакте, одноклассники к порталу Mail.ru. И еще целому ряду физических и юридических лиц ввели санкции, так сказать, и продолжили свою работу по отторжению Украины от русского мира. Нужно сказать, что социальная сеть ВКонтакт, да и одноклассники тоже. Они разные по целевым аудиториям. Одноклассники более старшая аудитория, это люди, которые точно родились в Советском Союзе. А ВКонтакте более молодежная. Так вот эти социальные сети для Украины, они не только способ коммуникации, способ организации, например, городских форумов или пабликов, которые фактически являются средствами массовой информации. Кстати, именно теми средствами массовой информации, которые организуются на уровне социальных сетей. То есть, когда блогер сам становится средством массовой информации. Но эти социальные сети, они еще были, знаете, таким фундаментом. Это русскоязычные социальные сети, они присутствуют во всех постсоветских республиках. И для украинцев это не только, ну, как бы мостик к нам, да, где все-таки, несмотря на то, что банят друг друга политические украинцы и политические русские, тем не менее, общение какое-то происходит. Во всяком случае, ролики, статьи, все равно читают, все равно есть взаимное проникновение. Так вот, этот указ, который обязал провайдеров обрубить, этот канал связи, он, конечно же, непосредственно имеет отношение к информационной войне. И вот здесь вот возникает несколько вопросов. А кто это сделал и зачем? Ну, с одной стороны, вот я сейчас прошел, да, по студии, и слышу комментарии. Люди даже вот обсуждают за чашкой кофе эти события. И, ну, знаете, такая терминология. Не, ну, украинцы удивляют. Ну, как же так? Ну, дело в том, и мне кажется, это нужно сейчас, ну, просто вот написать красным карандашом на белом листе бумаги. Украинцы сами по себе так методично ничего сделать не могут. Ну, представьте себе, да, 40-миллионный в прошлом, 35-миллионный сейчас. Народ, который очень во многом на нас похож, который экономически на нас завязан, культурно, да, и так далее, и так далее. Вот представьте себе, этот сам народ начинает методично обрубать сук, на котором сидит. Прежде всего, культурный и экономический, да. Конечно же, это невозможно. Сами украинцы не могут стрелять друг друга, сами украинцы не могут организовать гражданскую войну. Просматривается участие глобальных центров управления, которые готовят из Украины нечто. И вот если понимать вот это и не топтаться только на местечковом уровне, что Порошенко ему что-то вздумалось, он издал указ. А воспринимать это так, что Порошенко в данном случае это актер, которого дергают за ниточки, который на самом деле является просто публичным лампочкой, которой подсоединена английская или американская батарейка через Польшу, может быть и польская, может быть частично израильская. Вот эти четыре государства фактически и есть основные выгодополучатели всего того, что происходит на территории Украины. Если это понимать, то тогда у нас с вами возникает второй вопрос. А что, собственно говоря, делать, если нас интересует локализация этого конфликта, который возник после государственного переворота на Украине, когда 22 февраля 2014 года совершилось вот это вот событие и сразу же началось обострение на Донбассе и в Крыму. Вот что в данном случае предпринять, если мы на самом деле играем? Ну, потому что если мы не играем и, как бы, знаете, есть такая расхожая мысль, что политика это грязное дело, и в политику идут только нехорошие люди, я не имею никакого отношения к политике, эта формула, которая, кстати, насаживается в общественном мнении, особенно среди молодежи, это тоже способ управления. Это управление в долгую, когда за персонами влияния начинаешь подражать и начинаешь повторять эти речевки. На самом деле в политику нужно идти прежде всего грамотным и целеустремленным людям, потому что этот лозунг, он на самом деле зачищает место для других, которые туда придут, с совершенно другими целями и совершенно другими задачами. Так вот, если вернуться к вопросу, а что же предпринять в связи с тем, что отменили, запретили одноклассники, контакт, мейл.ру, что такое мейл.ру? Это аналог Ютуба. Некоторые ролики на Ютубе размещать не получается, там в силу авторских прав, причем не именно с точки зрения того, что кто-то нарушает права, а прежде всего потому, что для того, чтобы делать аналитику, надо очень часто использовать цитаты. Так вот, получается ситуация, что любая цитата, даже любой длительности в ролике, она приводит к тому, что в некоторых странах, и прежде всего в Украине, и на некоторых устройствах эти ролики просто блокируются и недоступны, поэтому их приходится размещать в ВКонтакте, в мейл.ру, заливать или в Рутубе, для того, чтобы на той территории можно было посмотреть, что в этой ситуации предпринять, если у нас, ну, как бы отбирают каналы доставки. На самом деле ничего страшного не происходит, потому что люди, которые, ну, сидят ВКонтакте на той стороне, они прекрасно понимают, что такое VPN, и что такое обходить вот эти вот всяческие, ну, электронные препоны, все вот эти фаерволы, которые для украинских айпишников, ну, как бы блокируют доступ к этим сайтам. Это, конечно, очень маленькая часть аудитории, но, тем не менее, просачиваться это будет. С другой стороны, нужно понимать, что поскольку основными выгодополучателями являются Соединенные Штаты Америки и Великобритания, наши давнишние приятели и партнеры, да, а речь идет о том, чтобы убрать с рынка, ну, контакт, да, давайте вспомним, в каких мы социальных сетях сидим. Это Фейсбук и Контакт, да, одноклассники. Фейсбук — американская социальная сеть, глобальная, а Контакт — это русская социальная сеть, глобальная, ну, потому что она присутствует в очень многих странах, да, и получается ситуация, что идет вытеснение информационном поле социальной сетью Фейсбук, всего, что связано с русскими предприятиями в сфере социальных сетей. В данном случае мы прекрасно понимаем, что у нас просто удельный вес транспорт, транспортная логистика, всей информации, она больше переместится вот в эту американскую сеть. Конечно, Фейсбук у нас знаменит банами без предупреждения, знаменит произволом, жалобами, стукачеством и так далее, и так далее, но мы с этим уже как-то повыклись, и я думаю, что ничего страшного в этом не будет. С другой стороны, Ютуб как глобальная социальная сеть и видеохостинг никуда не делся. Основное количество контента, который мы распространяем о себе, в частности, те же федеральные ток-шоу «Пресловутые», которые, как ни странно, на Украине смотрят. Те же репортажи, те же интервью с персонами влияния, с политиками, с аналитиками, которые дают оценку по Украине. Ютуб никуда не делся, и он, собственно говоря, никуда и не денется. И канал доставки основной, ютубовский, у нас с вами остался. Соответственно, возникает вопрос, поскольку коридор возможностей сужается, что в этом смысле стоит предпринять? В данном случае мы крымчане, которые, ну, во-первых, и кинематографисты преемственности поколений все сто лет. Ялтинская киностудия у нас была южной производственной базой всего русского кинематографа. Соответственно, это не значит, что мы там какие-то яйцеголовые, у нас там, ну, самомнение как не в себя. Нет, речь идет о технологиях производства контента. Речь идет о южных сценарных матрицах. Речь идет о том, чтобы попытаться сейчас использовать вот эту ситуацию, знаете, вот ход сделан таким образом, чтобы основная масса населения Украины лишилась русских хостингов, да, русских социальных сетей, тем не менее компенсировать этот недостаток увеличением контента. Какой контент нужно делать? Я хочу сейчас сделать небольшое объявление. Вы прекрасно знаете и наблюдаете за нашей программой, что мы делаем определенные действия в сфере организации детских и юношеских киностудий по территории России, да и, собственно говоря, по территории всех постсоветских республик. Это группы, основанные вокруг энтузиастов, которые знают, что такое цифровые зеркальные фотоаппараты, что такое видеокамеры, как их можно на них снимать, как брать интервью при помощи микрофонов, как это монтировать на обычных ноутбуках и, собственно говоря, как этот контент размещать в социальных сетях. Ютуб у нас сейчас будет основной социальной сетью и Фейсбук, да. И получается ситуация, что, несмотря на то, что на Украине происходят такие вынужденные вещи по указке англичан, поляков и американцев, мы с вами можем вполне компенсировать вот этот недостаток платформ увеличением количества контента. Причем это можно делать, знаете, достаточно хитро и интересно, поскольку наша целевая аудитория, несмотря на, ну, вот эту всячески насаждаемую вражду, имитирование наличия какой-то войны, кстати, хочу обратить внимание, что если обратиться в Википедию по любому региону Украины, да, и там вбить любой населенный пункт, в Николаевской, Винницкой и так далее областях, то вначале будут статьи в Википедии, которые на территории Украины, которые не об истории региона, не о достопримечательностях, не о каких-то вещах, которые связаны с давней историей, связи с Россией. Они будут связаны прежде всего с участниками АТО, которые приняли участие, там так и написано, в украинско-русской войне 2014-2017 годов. Вот такая идеологическая пропаганда и обработка населения. Я вам скажу, что даже взрослые люди, наши андогодки, с которыми мы родились и выросли в одной стране, они ведутся на этот лохотрон, они начинают ретранслировать свои СМИ, они действительно считают, что на Донбассе идет война с Россией, да, при этом не состояние войны не объявлено, при этом Россия еще и поддерживает в более-менее жизнеспособном положении экономику Украины. Вот эти вещи, они как бы в головах у людей уживаются, как ни в чем не бывало, но тем не менее, вот эта часть аудитории, которая ведется на этот лохотрон, это наша часть аудитории, с которой нам нужно работать. Есть дети. Дети — это широкое такое понятие, условно говоря, от 9 до 24 лет. Я говорю, ну так, загрублено, 20-летние типа, какие же они дети, но по ряду функций, по ряду реакций жизненных, это еще дети. Это наша основная целевая аудитория, на которую мы с вами должны обращать внимание. Поскольку мы не стравливаем, и мы не разжигаем войну, и мы всячески пытаемся донести мысль о том, что все, что произошло на Украине с 2014 года, это всего лишь навсего государственный переворот, и мятежники, захватившие власть, начинают исполнять, причем исполнять очень так, выразительно, да, начиная от всевозможных мобилизаций, в результате которых, по докладам немецкой разведки, только убитыми и пропавшими без вести в зоне боевых действий числится за 70 тысяч граждан Украины, причем это все молодые мужчины детородного возраста. Так, маленький фактик, да? Поскольку в стране происходит, страна насыщена оружием и насыщена возвращенцами из АТО, то есть люди с нарушенной психикой, у них есть оружие, в стране есть разгул бандитизма, грабежей, и при этом есть негласная команда не возбуждаться ни по одному из этих уголовных дел. То есть правоохранительная силовая система, она введена в состояние тормоза и в состояние стоять на месте. То есть в стране осуществляется беззаконие. Англичане и американцы, которые управляют Петром, нашим несчастным Порошенко, они ведут страну к состоянию войны всех против всех. Вот все эти тезисы, которые я перечисляю, о которых мы с вами говорим изо дня в день, они требуют того, чтобы мы запаковали эту информацию в диалоги художественные, в интервью с персонами влияния, в интервью с украинцами в изгнании, особенно теми, которые вынуждены были покинуть страну и сейчас в очень тяжелых иногда условиях, да, они пытаются легализоваться в России, как-то выживают. Вот весь этот вал информации сейчас нужно на Ютубе сделать, ну, таким заметным явлением. Причем, хочу обратить внимание, что такая информация, видео, она классифицируется, ну, на две большие категории. Первое, это сиюминутная информация, типа репортажей, стендапов, интервью. То есть это то, чем занимаются журналисты на телеканалах. Фактически каждый блогер, у которого есть камера, есть ноутбук и есть микрофонная петля, ну, микрофон на петличке, да, и штатив. Это человек, который может стать тележурналистом. Он может на своем канале в Ютубе оказывать определенное воздействие на информационное поле. Для этого ему нужно производить. Так вот, он может производить краткосрочные ролики, в которых он может очень хитро, например, показывать русскую историю русских земель на Украине. А это Новороссия, да? Это все, что связано с 1783 годом, Екатерина II, Подтемкин и пошло-поехало. Воронцов. И это исторический приоритет управления. То есть, если сейчас появится в сети, в социальной, под названием Ютуб, большое количество документальных, коротеньких фильмов или мультфильмов, или инфографики, связанной с историей этих земель, в результате которых мы просто автоматически будем ставить под сомнение выдуманную историю Украины, которая там рассказывает, что украинские раскопки там и трипольская культура имеют непосредственное отношение к нынешним мятежникам, что является ложью, бредом и неадекватностью, то тогда через вот это количество роликов мы с вами сможем влиять на информационное поле. Нам не обязательно кого-то убедить здесь и сейчас. Нам просто нужно задавать вопросы. Причем нам нужно показывать, как это было, и визуализировать. Когда мы с вами устно скажем, да вот Одесса — это русский город, она входила в Новороссийскую губернию, и в эту губернию входил и город Новороссийск. Это будут ваши слова против тех слов. Но когда вы закадровым голосом это расскажете и визуализируете хотя бы на уровне карты, это уже совсем другой разговор. Вам не требуется выслушивать возражения, вам просто нужно походить. Я хочу обратиться ко всем нашим телезрителям, которые занимают активную позицию, которых интересует исход этой войны. А мы с вами понимаем, что мера кровавости событий на Украине, с учетом того, что Одесский порт, например, это сейчас перевалочная база военно-морских сил Соединенных Штатов Америки. Там через этот порт и через Ильичевский порт идет снабжение, причем снабжение этнических чисток на Донбассе, когда вроде бы под прикрытием ВСУ, да, тем не менее стоят 155-миллиметровые гаубицы натовского образца и натовские генералы, собственно говоря, руководят этой спецоперацией. Причем хочу обратить внимание, что подразделения ВСУ очень жирно так разбавлены всевозможными подразделениями спецназа. Канады, Польши, Германии, Прибалтики. И пошло-поехало. Вся Европа здесь. Вся Европа занимается этнической чисткой русских. Что такое Донбасс? Это русские на Украине, это восточные украинцы в прошлом, которые сейчас себя жестко идентифицируют как русские. Вот с ними идет этническая чистка. Здесь поле для работы колоссальное. Нам нужно показывать историю 20-го века, нам нужно показывать историю 19-го, 18-го века для того, чтобы создать определенное информационное поле на Украине, чтобы люди обсуждали эти ролики. Но и это еще не все. Поскольку все равно это лобовая атака, мы говорим, как было, и начнем выслушивать возражения, пусть даже и не будем участвовать в этих дискуссиях, у нас есть большой пласт молодежной аудитории. Я хочу сказать, что наши противники на Украине, которые совершили государственный переворот, а по факту операцию вторжения, прикрываясь мятежниками, ну, типа с паспортами украинскими, да, мятежники, да, но, тем не менее, все подразделения, которые боевики, там, ОУН, УНАУНСО, да, УПА, правый сектор, это все и регулярная армия Соединенных Штатов Америки. Все эти подразделения создавались под американскими инструкторами, либо инструкторами, которые имеют украинское этническое происхождение, но живут в Чикаго, в Канаде и так далее, и так далее. Это диаспора. Да, диаспора у нас на протяжении всего 20 века украинская находится под окормлением американских и глобальных спецслужб. То мы с вами говорим о том, что эти люди после государственного переворота 2014 года в отношении молодого поколения Украины, да, времени зря не теряют. Если посмотреть на методически, как они работают в детских садах, с воспитателями, с учительским корпусом, как они работают по организации, всевозможным молодежным неправительственным организациям, которые еще и при Януковиче и еще раньше очень активно разбрасывали свои щупальца по всем активным молодежным средам, то нам с вами там непочатый край работы. То есть для того, чтобы посеять в головах молодых людей, которым 16-17 лет, которые выросли под флагом Украины, для которых события 2014 года, это, ну, ни о чем. То есть была Украина, осталась Украина, государственный переворот, ну, это Майдан, это стремление к свободе, там, к счастью, я не знаю, к разным там всяким плюшкам, которые на самом деле оказались очень кровавыми, да, нам нужно работать с этими людьми. Для этого нам нужно предъявить им в художественном исполнении, что такое художественное исполнение? Это игровые ролики, это игровые короткометражные фильмы. Нам с вами стоит подумать о творчестве, в художественном творчестве, вот в каком смысле. Давайте представим себе гипотетически ситуацию, когда происходит же какая-то общественная жизнь. Приезжают, например, там, команды из Украины по шахматам куда-нибудь, где они встречаются с русскими. Знакомятся русские девушки или там парни с парнями и девушками с Украины. Возникают всевозможные двухплечные истории, да, русский и украинец. Причем все говорят на русском языке. Так, на секундочку, да. Есть, конечно, люди там с Украины, которые сейчас активно переходят на мову, считают русский язык языком оккупанта, хотя при этом забывают, что исторически это Русь. Да, Русь — это от слова русский язык. Нам с вами стоит подумать над тем, как смоделировать эти диалоги. Причем диалоги мы с вами можем моделировать драматически, вплоть до драки, показывать, как это происходит. Но самое главное — это финальная часть каждого ролика. Мы с вами должны посеять убеждение в том, что каким ты бы ни был политическим молодым украинцем, но тем не менее ты всегда можешь договориться с любым русским. Вот каждая история должна заканчиваться не тем, что они подрались и набили друг другу верхнюю часть туловища, а каждая история должна заканчиваться тем, что даже если они и побили друг друга, но тем не менее у них все равно есть перспектива общения. Вот такие ролики, которые, кстати, могут касаться жизни 15-летних, 16-летних. Люди приехали в Крым на отдых, например, родители привезли машины, выехали сюда, да, и здесь хочешь не хочешь, все равно оказываешься в русском окружении. Вот эти истории, которые происходят сплошь и рядом, нам нужно воспевать и показывать самой широкой аудитории. Для этого нужно, чтобы в каждом городе, в каждом селе, по территории Российской Федерации, активные люди, их немало, блогеры, которые пишут или перепощивают разные статьи и разные материалы, взяли камеру и подумали о том, как у себя создать детскую и юношескую киностудию, некий кружок, в котором вы будете не просто изучать камеры, диафрагмы или программы, которые позволяют делать грамотную цветокоррекцию, а прежде всего мы с вами займемся драматургией. От того, какие истории мы с вами напишем, от того и зависит, какие сценарии будут реализовываться на Украине. Чем больше и чем плотнее мы с вами сможем создать информационную картинку на территории Украины о том, что вся эта история пальцем деланная, и что на самом деле эта война медийная, и она информационная, и что происходит стравливание. Да, помните по книге «Перемен»? Когда говорят, что идет драка между одним и другим, то никто не вмешивается. Это не так. По книге «Перемен» всегда участвуют трое. Двое стравливаются, а третий, который пасует, стравливающий, он выгодополучатель, потому что когда эти друг друга убьют, он будет пожинать плоды вот этого стравливания. То же самое сейчас происходит на Украине. В информационном поле даже у нас сейчас царит, что украинцы воюют с русскими на Донбассе. Это правда, отчасти. Потому что там есть украинцы, и на Донбассе действительно живут русские. Однако нам с вами нужно различать стравливающего, и всячески этого стравливающего вытаскивать на божий свет. Всячески показывать механику и аппаратных игр, механику оперативной работы, механику того, как был произведен Майдан, какие спецслужбы там были задействованы, в каких палатках сидели те или иные спецслужбы. Вот такого документального фильма, в котором был бы разбор спецопераций под названием Майдан, у нас с вами до сих пор и нет. Ну, такое чувство, что спецслужбы, которые его организовали, они заблокировали все такое производство. И на самом деле ждать таких фильмов, например, от центральных каналов нам, ну, наверное, не приходится. Но кто сказал, что этого не могут сделать независимые блогеры, которые специалисты, которые инсайдеры, которые там были, которые кое-что понимают. Они должны свою версию изложить. Но если это будет изложено просто в виде интервью, это одна история. Но если это будет сделано в виде документального фильма с использованием хроники тех времен, 2014 года, при этом это будет сделано грамотно, драматургически закручено, в виде докудрамы, где кроме хроники есть еще и реконструкции, при этом это будет изложение фактического состояния дел, когда прибалтийские спецслужбы, прибалтийские посольства, немецкое посольство, польское посольство, когда некоторые немецкие палатки на Майдане курировались немецкой разведкой БНД. Вот как эти разведки, например, в том же Доме профсоюзов, какие-то же они занимали, где раздавали колбасу. Вот эту всю механику того, как это было сделано, и особенно того, что было в правительственных и в элитных рядах, какое там произошло предательство, кто какую роль играл, вот таких фильмов у нас с вами не хватает. И хочу сказать, что даже несмотря на то, что по команде сверху Петр Алексеевич запретил социальные сети, это ровным счетом ничего не меняет. Это только означает то, что нам с вами нужно, закатив рукава, думать о том, чтобы отвоевать исконно русские земли, для того, чтобы население, которое живет там и которое является этническими русскими, могло сбросить с себя вот этот медийный колпак, а чтобы его сбросить, мы с вами должны что-то производить. Пока что мы с вами делаем это не очень активно. Ну, если сравнивать, например, с активностью тех же американцев, которые, не щадя копейки, создают всевозможных журналистов, блогеров, спикеров, всевозможные каналы и так далее, и так далее, и так далее. Нам с вами даже по параметрам боевого устава, если посчитать количество танков и пехоты с той стороны, ну, есть над чем поработать. Давайте над этим подумаем. Сегодня 17 мая 2017 года. В эфире была «Информационная война». Спасибо за внимание.